В итоге сейчас главная версия, что это реально красный ботанц. Мы снова в пути. В этот раз мы едем в усадьбу Абрамцева по Ярославскому шоссе. Осталось ехать около часа. Саня, скажи нам лучше, что ты знаешь про усадьбу Абрамцева? Усадьба Абрамцева принадлежала нашему меценату, сейчас могу ошибиться, по-моему, Савве Морозову. Да. И он, поскольку любил искусство, собирал вокруг себя художников и всяких творческих личностей, они вот тусовались у него в усадьбе Абрамцева. В том числе в Рубе, Поленов, Репин, Королин, по-моему. Вот. Ясно. Спасибо. Иван Васильевич меняет профессию в этом Кребле. Вспомнил, какое зерно называется Нейро. Как дела, Гриш? Нормально? Мы ехали-ехали и, наконец, приехали. Абрамцева! Ребята пошли осматривать первый объект. А мы пока осмотримся вокруг. С погодой повезло. А можно было бы зайти, да, если бы был открытым? Точно. А что так? Это был прекрасный. Может, ты мог это делать? Танжон, который построил небольшой деревень здесь. Здесь? Здесь. Да, я вижу. Бенча – это исключительный пример природов. Родов. 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 Очень интересно. Родов. 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 Роман Али. В 1872, в городе, посещали Италию. И Василий Полейнов. Депиктировал это как водовый цвет. Отключай, я не то прочитал. Ммммм. Мммм. Ну, я тебе хочу, Сань, сказать, что здесь гораздо круче сейчас, чем зимой. Зимой тут как-то очень мрачно. Вот что я хочу тебе сказать. А почему ты вспомнил про зиму? Потому что мы были здесь зимой когда-то. Разве? Я помню, что мы были то ли осенью, то ли летом. Ну и зимой тоже есть фото. Продолжение следует... 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 Продолж...